В Ростове-на-Дону в эти минуты оглашают приговор главарю боевиков Али Тазиеву, известному как Магаз. Ближайший помощник Дока Умарова, он, как полагают следователи, организовал и участвовал в целой серии терактов, в которых погибли десятки людей и сотни пострадали. Текст приговора объемный, 300 с лишним страниц и читают его при повышенных мерах безопасности. С места событий Юлия Чемакова. На территории Северокавказского окружного военного суда дежурит спецназ. Сегодня здесь усилен пропускной режим. Приговор главарю банды Али Тазиеву, больше известному как Магаз, начали зачитывать в 10 утра. Несмотря на то, что суд изучил более 400 тому с материалами по этому уголовному делу, точку ставят в рекордно короткие сроки. С начала процесса прошло всего 5 месяцев. Впрочем, доказательная база, считает гособвинение, собрана основательно на совести Али Тазиева, десятки убитых и сотни раненых. По делу допрошено 1200 человек, в том числе с использованием видеоконференц-связи, так как большинство свидетелей и потерпевших проживают на территории Республик Северного Кавказа. Самое громкое преступление, организатором которого он считается, покушение на главу Ингушетии Юнузбека Евкурова. Два его охранника тогда были убиты. Сам Евкуров тяжело ранен. А еще взрыв рейсового автобуса в Невномыске. Трое погибли. 17 получили ранения. И взрыв здания ОВД по Назрановскому району Ингушетии. Более 20 погибших и три сотни раненых. Юнузбек Евкуров в качестве потерпевшего давал показания в самом начале процесса. Он заявил, что мог бы сделать это и оставаясь в республике, в режиме онлайн-конференции. Но решил встретиться с Тазиевым лично, чтобы предложить боевику извиниться перед собственным народом. Разница в том, что я спасаю людей, а не убиваю. Я не даю команду убивать. Я даже когда спецслужбы дом окружаюсь, мы делаем все, чтобы вытащить этого бандита оттуда. Помочь ему. Чего и забиваемся. По версии следствия, в конце 90-х обвиняемый добровольно вступил в бандформирование под руководством подданного Иордании Хаттаба. Позже стал правой рукой боевика Доку Умарова и вместе с ним создал террористическую организацию «Имарат Кавказ», финансирование которой осуществляли подчиненные Магаса. Деньги добывали преступным путем. За счет вымогательства денежных средств у ингушских бизнесменов и похищения с целью выкупа членов их семей, он обеспечил всестороннее финансирование. Кроме того, под его непосредственным руководством в Ингушетии была создана сеть так называемых расстрельных групп, в которые входили 5-6 боевиков, занимавшихся убийствами сотрудников силовых ведомств, представителей органов власти и управления, религиозных деятелей и простых жителей. Али Тазиев был задержан спецназом ФСБ в июне 2010 года. На территории Ингушетии в собственном доме список его преступлений настолько велик, что приговор будут зачитывать весь день. Известно, что гособвинения требуют для Тазиева высшие меры наказания пожизненного заключения.